Приветищи, это Зельда, и мы продолжаем наши с тобой попытки попасть в город Геруда, неприступный город Геруда, куда нельзя входить мужчинам. Но пообщавшись с местными торгашами, мы выяснили, что один хайлиец, мужчина, всё-таки туда проник, и этого мужчину мы сейчас с тобой ищем. Ты не знаешь про странного парня? Странный кто? Это ты так воев называешь? Ищешь своих, я поняла. У нас тут из хайлицев только одного есть. Она постоянно на крыше загорает. Хотя нет, не постоянно. Днём на улице слишком жарко. А вот и зацепка. Чем ещё могу помочь? Это всё, спасибо. Пока. Пожалуйста, не тревожь меня, если тебе ничего не нужно. Всё-всё-всё, я отваливаю. Значит, нам нужно залезть на крышу. Полезли? Да не здесь, тут же лесенка есть. Да, вот она. Ух, какая она фиолетовая. И точно. Ну-ка, давай на лицо её посмотрим. А, на лицо-то спрятала, чтобы её никто не узнал. Да поболтаем. Привет. Ты что-то хотел? Конечно, хотел. Парень, который знает, как пробраться в город Геруда? Не-не, я с ним вовсе не знаком. До свидания. Эм, могу нагло посмотреть ей в лицо или изучить фигуру. Хм. Давай изучим фигуру. Ээээ, чего уставился? Подожди, голос-то мужской. Ам, ам. И ростик у него нифига не хайлийский. А ты, случайно, не парень? Ты на солнце перегрелся, что ли? Иди отсюда, пока не получил. Ах ты ж, блин, а? Вот он этот паренёк. Надо бы его раскусить. Ты всё ещё ищешь парня, который знает, как попасть в город Геруда? Уже сказала, что не знакома с ним. Я тебя не обманываю? Давай посмотрим в лицо. Эээ, чего уставился? Хорошо одеваешься. Да уж, хорошо. Как только не приходится выкручиваться. Если бы не глупый закон Геруда, я бы ни за что это не надела. А тебе нужен такой наряд? Продам всего за 600 рупий. О, вот это уже другой разговор. Давай по рукам. Что? По рукам? У тебя денег не хватает. Блин, точно, у меня всего 221 рупий. Нет денег, нет товара. Чёрт. Пойду барыжить. Надо всё продавать. А пока я бегу продаваться с тебя, лайкос, если ты ждал Зельду. И, конечно же, подписочка, если ты ещё не подписан. Отлично. Деньги вперёд. Блин, она меня ограбила. А, точнее, он. Я подобрала вещи твоего размера. Примерь. Не бойся, подглядывать не буду. Ну-ка, ну-ка. Ой, какой красавец. Да, тебя не узнать. А ты неплохо смотришься в традиционном наряде Геруда. В этих краях никто не заподозрит, что ты на самом деле парень. Ещё плюс в том, что в такой одежде тебе не будет жарко. Спасибо за покупку. Удачный сегодня денёк. У неё борода! Белая борода! Я всё видел. Проклятый ветер. В общем, если будет нужна такая одежда, ты знаешь, где меня найти? Капец. Ну, я такой, кстати, ничего симпотный, да? Получше, чем вот этот паренёк-то выглядит. Правда, цвет кожи меня выдаёт. У Геруда он такой тёмный-тёмный, а у меня белый. Ну что, пойдём попробуем пробраться. А лучше попробуем вначале протестировать наш новый костюмчик. Точно! На том парнише, у которого есть сапоги-пескоходы. Сперва мы подойдём вот к этому Бенни. Ого-го-го! Ну и красавица. Всё, кажется, меня не узнали. Давай, пока. Что? Вот и поговорили. Где этот пацан со своими крутыми сапогами? Вон он, вон он бежит. Так, давай. Включаем чар свой. Чёрт. Чёрт подери. У меня повязку задуло на нос. Хорошо, что у меня бороды нету. Саба! Меня зовут Бозой. Мне 35. Холост. Занимаюсь бегом. Я очень упёртый. То есть упорный. Ты здесь одна? Может, пообщаемся, если ты не против? Ммм, ты быстро бегаешь, мальчик. Какой мальчик? Вой. Это потому, что у меня сапоги-пескоходы есть. В них можно бегать по песку так же быстро, как и по земле. Если хочешь, мы могли бы... Ну, ты понимаешь, да? Хочу пескоходы! Говорю я ему. Ну, ээээ... Мои сапоги-пескоходы очень редкие. Я бы с радостью отдал их тебе, но... Ломается, парниша. Может, это мой шанс? Ладно. Я отдам сапоги, но сначала сделай для меня кое-что. Знаешь про восьмую героиню? Чего? Восьмая героиня? В регионе Геруда есть легенда о семи героинях, но на самом деле была еще и восьмая. Никто не знает, почему она не упоминается в легенде. Загадочная героиня, которую никто никогда не видел. Меня с детства привлекала эта тайна. Покажи мне восьмую героиню, и я отдам тебе сапоги-пескоходы. Оооо... А если я тебе откажу? Ну уж нет, гони сапоги. Что? Эх, до свидания. Блин, план пошел по швам. Стой, 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 я передумал. Договорились, я пойду искать ее. Ура! По словам тех, кто поклоняется восьмой героине, ее статуя где-то в Нагоре Геруда. Говорят, что ее называют Бронзовая Великанша. Больше я про нее ничего не знаю. Мне бы разок увидеть восьмую героиню хотя бы на картинке. На картинке должна быть видна верхняя часть туловища, хорошо? А, и вот еще что. Думаю, они тебе пригодятся. Сапоги-снегоходы? Это мне что, на Северный полю что ли за этой статуэткой бежать? На Нагоре Геруда много снега, и передвигаться по нему сложно. Но в сапогах-снегоходах можно бегать по снегу, как по земле. Хотя нет, даже быстрее, чем по земле. Восьмая героиня, это просто байка. Многие пытались ее найти, но увы... Хм, зато это неплохой предлог познакомиться с красоткой поближе. Ах ты засранец, а какой. Все. Пришло время зайти в город. Может попросить охранницу, чтобы она его отпенала? Этого негодяечка остого. Здравствуйте. Сава-сава? Ммм, хайли-ка. Это северо-западные ворота города, Геруда. Мы тебе рады, Вай. Оставайся у нас сколько нужно. Если пойдешь в пустыню, берегись песчаной бури. Угодишь в бурю, потеряешься. Даже нам, Геруда, было бы сложно из нее выбраться. Именно поэтому древние прятали свои сокровища в пустыне, под защитой бурь. Сокровища? Подробности я не знаю. О, я же у этой статуй меч вытаскивал. И кто-то обратно его воткнул. В пустыне есть несколько статуй и воительниц. Наверное, остались с древних времен. Говорят, статуи показывают путь к какому-то сокровищу. А я думаю, это просто байка. И даже если не байка, идти сквозь бурю и отбиваться от монстров. В общем, я бы не рискнула. Ну что сказать, спасибо тебе за этот рассказ. Может быть, там и правда какие-нибудь сокровища есть. Так, бегун. А ну свали отсюда, не мешайся. Воительница, отпена его. Все, давай заходим, короче, в город. Запретный город, выполнено. Смотри, какой кот прикольный. Обалдеть. А ты, дама, чего хочешь? А, это походу мамочка той девчонки, которая возле врат стоит. Она котиками торгует. А, Хайли и Скайвай. Фрея мне о тебе рассказывала. Я Коми, мать Фреи. Подожди, как это она тебе рассказывала обо мне, если я к ней подходил в виде парня? Котики у нас обучены, поэтому проблем с ними меньше, чем с их дикими собратьями. В общем, если тебе понадобится песчаный котик, обращайся в любое время. О, хорошо. А то мне уже чертовски надоело диких ловить. Но я это умею. Значит, давай зайдем сюда, посмотрим, что это. А, это не здание. Вход с этой стороны, да? Это какая-то лавка, что ли? Чебуреки, беляши, из котиков, из мышек. Подходи, дешево. Ой, торгуй за прилавком. Капец. Вон у меня даже меню есть, смотри свое. Я прям ресторан открыл какой-то. Ладно, валим отсюда. Блин, но город тут, конечно, капец какой большой. Это не то, что город Рита. Здесь намного интереснее. Какие-то бомжи на улице спят. А, простите, тут же нет бомжей. Тут одни бомжихи. Да, это забавно. Вон, смотри, вон там наверху что-то есть. Пойдем зайдем. Это же походу бар. Точно это бар. Тут девчонки развлекаются. Вон одна уже ушаталась в стельку. Ай-яй-яй, дамы, барышни. Ну как так можно? Надеюсь, вы сок пьете. О, смотри, белая тетка. Ты кто такая? Давай с ней поболтаем. Красиво одеваешься. Ты ведь этот наряд в моде года купил, да? Он удобный. Я давно на него глаз положила. А ты, случайно, не парень? Я так и знала. Здорово ты замаскировался, раз тебя стражницы в город пустили. Хотя их не так сложно ввести вокруг пальца. Не бойся, я тебя не выдам. Хайлийцы должны помогать друг другу. Особенно девушки. Блин, спалился, вот это дела. Это все, наверное, моя повязка на лице. Ее задуло и, как обычно, спалило все на свете. А тут у нас чего? Здравствуйте. О, восклицательный знак. Так, понятно. Давай подойдем. Неужели оно все время там было? Так вот, почему песчаная буря там никогда не утихала. Что ты здесь делаешь, Хайлийская Вай? А ты? Я вообще-то у себя дома. Это моя библиотека. Недавно я нашла один древний текст и пытаюсь во всем разобраться. И, кажется, разобралась. Не до конца, конечно, но теперь это лишь вопрос времени. Я стану знаменитой. А, поняла. То, что мы с тобой встретились, не случайность. Значит, я должна тебе все рассказать. Ты хочешь все узнать, да? Я же вижу, что хочешь. Ну, давай, допустим, хочу. К востоку от города, недалеко от входа, в пустыню Геруда находится храм. В нем есть огромные статуи семьи героинь. О, кстати, мне это нужно. Защитницы народа Геруда. А еще в храме есть древняя надпись. Семь душ укажут истинный путь, дав право пройти испытания героя. Туда приходят люди из всех уголков мира, в надежде обрести силу героя. Если я не ошибаюсь, испытания пока никто не прошел. А что за испытания? Эээ, ну, с этим я еще не разобралась. Все ясно. Теперь мы знаем, где искать семь героинь. Замечательно. Может быть, мы туда как-нибудь дойдем. Я так понял, что я вышел на центральную площадь. Мое внимание сразу же приколал вот этот здоровяк. Я хочу с ним поболтать. Эээ, сабота. Ой. То есть сабота. Мне одна Геруда сказала, чтобы правильно произнести это слово, надо прикусить нижнюю губу. Все губы искусал, пока научился. Понятно, почему у тебя теперь такие огромные губы. Модная одежда. Ух ты. Тут можно наряд Геруда прикупить. Но у меня там модный. Последний песк моды. Так что у тебя фуфловый наряд. Что ж, пойдем в центральный зал. Я думаю, что мы там сейчас встретим главную Геруду. И она нам расскажет про чудище. Ого. Ого. Вот это здесь прикольно. Риджу, предводительница Геруда. Иноземка? Иноземка? Что тебе нужно? А? Я вижу, у тебя есть интересная вещица. Ты пришла к предводительнице народа Геруда. Госпожа Риджу. Говори, что тебе нужно. Погоди, Белла. Кажется, перед нами необычная путешественница. Как тебя зовут? Ну, ми... Меня Линк зовут. Зачем же ты здесь? Хочешь о чем-то меня спросить? Да, мне нужно чудище. Что за вздор? Ты хочешь забраться внутрь на Борис? Чудищами могут управлять лишь избранные войны. Но все они, включая госпожу Урбозу, погибли сто лет назад. Во времена Великого Бедствия. Знаешь, Белла. Мама рассказывала мне о том, что тогда произошло. Но она говорила, что принцесса Хайрула погрузила в глубокий сон одного из воинов. И если я правильно помню, его тоже звали Линк. Не очень правдоподобная история, но все же... Госпожа, говорят, у воина Хайлицев был легендарный меч, но что-то я не вижу его у нашей гости. Насколько я знаю, этот меч назывался Сокрушитель Зла. И принцесса Хайрула надежно спрятала его в дремучем лесу. Взгляни-ка, что на поясе у нашей гости. Кажется, это бесценное наследие народа Шика. Вряд ли такая вещь могла попасть в руки обычной Хайлики. Госпожа, но ведь среди воинов не было ни одной Хайлийской вай. Так ты вой! Вой пробрался в город Геруда. По нашим законам ты не должен быть наказан. Но если ты действительно воин и был знаком с госпожой Урбозой, значит тебе нужно попасть внутрь на Борис. Мы бы очень хотели, чтобы кто-нибудь его усмирил. Ага. Ты ее уже видел, верно? На Борис, вокруг которой бушует песчаная буря. Любого, кто к ней приблизится, она уничтожит молниями. Мы не знаем, что с ней делать. Похоже, Геруда здесь бессильны. Возможно, ты как воин сможешь войти в на Борис и остановить ее. Но, госпожа, разве мы можем доверять дело такой важности незнакомцу? Давайте сначала отправим его за шлемом Грома. Хм, хорошая мысль. Линк, во всем Хайруле есть только одна вещь, которая может защитить от молний на Борис. Шлем Грома. Это священная реликвия нашего народа. К сожалению, недавно шлем был украден. Госпожа, если он действительно воин, то легко справиться с этой задачей. Нам уже известно, где прячутся бандиты, укравшие шлем Грома. Спустись на плац и поговори с Тихи. Она начальница охраны. Без этого шлема идти к на Борис нет смысла. Вот так гостья. Точнее, гость. Я уверен, что тебя привела к нам госпожа Урбоза. Спасибо, что не казнили. Дамы. Особенно вот эта вот с огромными ляжками. Мне кажется, будь ее в воле, она бы меня размозжила. А предводительница у них совсем маленькая. Очень удивительно даже. А тут чего тряпочкой накрыто? Хм. Не могу никак замедлить тут. Ладно, что, пойдем на плац. Тики-тики. Тики-дрики. Мне кажется, что... Вот это вот Тики, да? Нет, это не Тики. Лук. Какая нафиг Тики? Тут лук золотой. По урону он что-то какой-то не очень. Ага. Мне кажется, что вот это вот Тики. Точно, это она. Что ты тут делаешь? Здесь тренируется Вай из личной охраны предводительницы. У нас и так перепалох из заваров. Это не место для экскурсий. Не уходи. Но подожди, меня же сюда послала ваша предводительница. Что? Тебя Белла к нам отправила? Приношу свои извинения. Я Тики, начальница охраны. Реликвия нашего народа была украдена. С бандитами из клана Ига. Поэтому мы все на взводе. Кстати, меня эти Ига тоже преследуют. Мы знаем, что логово воров в шпатной лощине. Но не можем в него попасть. Мои подопечные измождены. Поэтому я рада любой помощи. Внимание! Вот эта хайлийская Вай будет нам помогать. Расскажите ей все, что знаете. Теперь ты одна из нас. Спрашивай моих подопечных о чем угодно. Они ответят на любые вопросы. Окей. Как же я не люблю болтать с этими... Мощными тетками. Короче, пообщавшись с этими тремя тетками, я узнал, что у них еще была четвертая тетка, которую звали Барта. И она побежала за реликвией в пещеру. И так не вернулась на протяжении двух дней. И эти девицы огромные очень переживают на этот счет. Я сейчас телепортнулся к одной конюшиной, где мы встретили чувака, который дал нам, по-моему, 600 рупий для того, чтобы мы их отдали большой фее. Мы же эту фею с тобой нашли, мы ей отдали деньги, и я совсем забыл про этого чувака. Но спасибо комментарию, который мне напомнил, что нужно подойти к этому чуваку и отблагодарить его. Что ж, Торрен, спасибо тебе за твои деньги, они мне пригодились. Я встретил большую фею. И сейчас расскажу, каково это было. Парень, ты передал большой фее мое подношение, да? Конечно, конечно, я передал. Спасибо тебе за это. Большое спасибо! Я так и знал, что тебе можно доверять. Значит, ты видел большую фею своими глазами. Я тебе так завидую. Ну ничего, я рад, что большая фея получила мое подношение. Серьезно, большое спасибо. О, большая фея! Я весь мне хотя бы в осени. Дар большой феи выполнено. Пообщавшись со всей стражей, я понял, где искать нам бандитов, которые украли шлем. А находятся они у нас вот здесь вот. В этих горах. Так, так, так. Смотри, какое ущелье. Мне кажется, что нам туда. Давай спустимся. Фу, как здесь песчано-то. Сколько лягушек и кто-то... Ага, бандит! Он меня запалил. Че, постреляемся? А у меня лука нету, подожди. Где мой лук? Вот он, мой лук. Где-то есть паразит. На тебе! Че ты думаешь, я с тобой в игры буду играть? Че у тебя здесь есть? Кленовый банан, красный-зеленый рупи. Отлично. И двойной лук. Ммм, неплохо. Надо бы его взять. Здесь нужно быть очень аккуратным. Уверен, что есть какие-то ловушки. А так же еще сами ниндзи могут вылезти откуда. Не возьми. Вот они, сразу же вылезли. Благо, здесь прятаться можно. Ну че, ребят? Вот так вот вам. Че-то я разошелся конкретно. Я в тебя сейчас скину. На тебе! Меч сломал. Ёшки-матрешки. Такой классный меч сломал. Я совсем забыл, когда ты кидаешь какой-то предмет врага, он сразу же моментально ломается. Черт возьми, это был один из самых лучших моих мечей. Возьму копье Геруда. С ним будет попроще, полегче. Так, волчара, не беси меня, не бегай здесь. Смотри-ка, это походу пещера главного бандюгана. Пойдем-ка. Сейчас навтыкаем ему нашей крутой пикой. Герудовской. Что здесь? Я уверен, что здесь где-то хранится шлем громовой, который нам нужен для борьбы с наборис. Но его наверняка охраняет какой-нибудь могучий бандит. Кстати, здесь пусто. Пусто. Никого нет. Очень удивительно. Давай поднимемся, посмотрим, что у нас тут. Двойной лук лежит на пьедестале. Может тут какая-то головоломка есть, которую нужно решить? Ведь тут лежит факел. И наверняка не зря. Давай поднимемся сюда, посмотрим, что у нас тут. Здесь какая-то дверь. Все понятно. Здесь несколько дверей. И, видимо, мне каждую нужно открыть по очереди. Еще один факел лежит. Что-то с ними нужно делать, с этими факелами. А, во, смотри, смотри. Вот одна дверка открыта. Сюда можно пройти. А, нет, это нифига не лук. Это серп. Так, нам нужно этот серп взять. Он нам наверняка пригодится. Жуткий серп. Оружие бандитов Ига. Лезвие в форме полумесяца позволяет расправиться с жертвой одним ударом. Один его вид вызывает страх. Непорочное оружие. Ладно. Давай-ка мы, наверное, сразу им и вооружимся. Со щитом и серпом. А где серп, кстати? Вот он. Ну, я подожжу вам фагел. Ох, корокский лис. Нет, ты не должен сгореть. Ты же мне нужен. Так. Значит, ящики давайте подгорайте. Загорайтесь. Есть один загорелся. Угу. Печеный кокос выводился. Как насчет поджечь полотно? Интересно, я смогу, нет? О! Я не полотно поджег. Я поджег... Черт, а вы летучие мыши. Я поджег проход. Обалдеть. Ну, тут пусто. Все ясно. Будем сейчас поджигать каждый проход, пока не найдем то, что нам нужно. Ну, что могу сказать? Мы открыли почти все двери. Осталась всего одна. Вот эта вот. И я думаю, что за ней как раз-таки проход. Сейчас мы это узнаем. Ага, точно. Ну что, вооружаемся и пошли? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...